всем привет и добро пожаловать в очередной выпуск news блока крипто на канале крипто common с подборкой самых свежих актуальных а главное важных новостей из мира крипто итак сегодня в выпуске биржа битгет запускает собственный токен своего кошелька microstrategy продолжает агрессивно скупать биткоины молния индийским инвесторам открывают доступ к спор bitcoin и т.ф. и завершить наш сегодняшний выпуск анализ ситуации на рынке вместе с айваном линжеквистом ведущим канала айван он так оставайтесь с нами и так кошелек битгет готовится к выпуску собственного токена битбол юбе битгет уволит косвенно сообщил о планах по запуску собственного токена а запуск может состояться уже в течение этого месяца тикером собственного крипто токена не каст идеального кошелька будет беда был юбе а теперь дорогой зритель я объясню что произошло сегодня на официальный twitter страничке битки от кошелька появилось обучающее видео в котором между прочим был показан токен беда был юбе имеющий логотип идентичный кошельку и бирже но все дело в том что нативный токен самой бирже биджи би уже существует он неплохо торгуется и последнее время ведет себя позитивно учитывая что кошелек битгет не просто какой-то новострой а довольно крупные серьезное поглощение проекта занимавшиеся непосредственно созданием кошелька под названием битки в настоящий момент компания позиционирует его как конкурента таким крупным именам как трастуалит и метамаск поэтому логично предположить что упоминание видео беда был юбе вовсе не является ошибкой а планами по запуску собственного токена так что если дорогой зритель ты выискиваешь проекты в которые хочешь инвестировать на ранней стадии то имея ввиду данный токен а также нажми на колокольчик и подпишись на наш канал чтобы не пропустить самые важные новости кроме того всегда помни что это не финансовый совет идем дальше microstrategy купила 12000 биткоинов после привлечения 800 миллионов долларов из конвертируемых облигаций таким образом microstrategy закупила последнюю партию биткоинов когда цена актива упала ниже шестидесяти девяти тысяч долларов microstrategy приобрела дополнительные 12000 биткоинов за примерно 821 и десятых миллиона долларов используя доходы от конвертируемых облигаций и избыточных денежных средств по цене примерно шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят семь долларов по состоянию на 10 марта двадцать четвертого года в microstrategy хранится 205 тысяч биткоинов приобретенных примерно за 6 и 9 десятых миллиарда долларов по средней цене 33 тысячи 706 долларов за биткоин написал майкл sailor в своем твиттере сегодня 11 марта 2024 года знаешь дорогой зритель вот смотрю я на это как мне кажется происходящее безумие и ловлю себя вот на какой мысли после тяжелой медвежки даже перебиты исторический максимум биткоина кажется каким-то неуверенным при этом повсеместные факты говорят о том что рынок абсолютно приготовлен лететь в ту зиму он включает тот же самый и тиф который открывает врата крипторынок огромнейшему капиталу но какое-то глубинное сомнение все равно никуда не уходит и вот ты смотришь на этот летящий в небо график и думаешь но вот сейчас рынок точно всех наклонит а график берет и просто летит дальше и вот ты уже ловишь себя на мысли о том что рынок именно так и работает он идет против толпы частью которой ты и являешься а ведь ликвидность активов рынка сша еще даже не начала втекать в крипторынок так что определенно есть над чем задуматься тем более если посмотреть на старое интервью майкла сейлора небезызвестному такеру карлсону где он дает простой ответ на простой вопрос что сейчас ты делаешь с биткоином покупаешь или продаешь как только у меня есть свободные деньги мы покупаем больше биткоина мы смотрим на эту ситуацию очень в долгосрочной перспективе сеть только лишь улучшается возрастает распространение от властей ожидается очень конструктивное регулирование при этом сеть лайтинг еще ближе приближается к обещанию сатоши о том что все на этой планете смогут трейдить друг с другом со скоростью света справедливым и равноправным образом то есть ты покупаешь да я буду всегда покупать и на всю котлету как биткоин максималист я считаю биткойн инструментом расширения возможности экономики и я не ловлю нужный момент в рынке так а просто хочу быть в нем что ж какие-либо комментарии здесь абсолютно излишне ты сам все прекрасно понял и в этот самый момент дорогой зритель лучше присядь если стоишь возьмись обеими руками за кресло а лучше пристегнись если у тебя есть ремни потому что мы переходим к третьей и самой важной новости этого выпуска продолжает наш выпуск новость с пометкой молния компания мёрдекс предлагает индийским розничным и институциональным инвесторам доступ к spot bitcoin и те в рынке сша это не только позволит индийским инвесторам инвестировать в биткойн акции таких финансовых гигантов как black rock и fidelity но также поможет и капитализации spot bitcoin и те в извлечь выгоду из потенциала индии мёрдекс на сто процентов соответствует индийским правилам и зарегистрирован в подразделении финансовой разведки pfr индии компания позволяет инвестировать пользователям в более чем 350 криптовалют и крипто корзин предоставляя полезную информацию в общем перевожу на простой язык рынок индии гигантский да дорогой зритель ты скажешь что люди в индии живут бедно и будешь абсолютно прав но только не забывай что население индии делит первенство с китаем при этом доля городского населения практически вдвое больше а еще большая часть населения иди только начинает познавать технологии которые населению развитых стран уже давно доступны этот фактор становится ключевым в образовании резкого наплыва пользователей сомневаешься что же я приведу тебе пример помнишь никогда блогера номер один в мире пьюдипая так вот сформировав многомиллионную армию поклонников на ютубе и став обладателем канала номер один во всем мире по количеству подписчиков он вдруг столкнулся с проблемой быстро растущего молодого индийского канала t series так вот некоторое время с помощью своих подписчиков и огромного хайпа развернувшимся на этой конкуренции ему хоть и с огромным трудом удавалось держать первенство но затем t series просто улетел вдаль оставив канал пьюдипая позади но соль этой истории в другом t series это не просто популярный индийский канал которые любят смотреть индусы он просто был частью пакета цифровых услуг по тиви и интернету и пользователи подключаемых к этим услугам просто подписывали на канал и некоторые брали и не отписывались в итоге он так и продолжает расти да так что даже новому рекордсмену youtube а мистер убисту догнать его будет похоже очень сложно так что потенциал пользователей индии здесь недооценивать нельзя и теперь дорогой зритель пока ты не отстегнулся от своего кресла только представь что будет с биткоином если такая мощь нацелится на биткоин идей и завершает наш сегодняшний понедельничный выпуск анализ рынка вместе с айвоном лилджи квестом более известным как ведущего канала айван он так айван знает твою прекрасную возможность харизматично говорить много и интересно мог бы ты быть сегодня так любезен рассказать кратко и по существу да конечно ведь я обожаю понедельники потому что мы снова можем быть продуктивными но также я люблю понедельники потому что black rock покупает знаешь каждый понедельник на крок покупает и если вы посмотрите на предыдущие недели то увидите что в рынке папы всегда по понедельникам почему да потому что мы бежим впереди black rock мы знаем что в понедельник бы корр закупится и мы покупаем заранее вот что сейчас происходит каждый пытается обогнать black rock так что вот почему буквально каждый понедельник по крайней мере сейчас пока динамик рынка не поменяется как атомные часы каждый понедельник образуется вам это важно а еще ребята важно про катар похоже что катар также покупает вы помните шейк который ездил буквально недавно в сальвадор как вы думаете почему да чтобы научиться и начать покупать bitcoin а еще ребята мы с вами видим что даже и здесь и начал печатать довольно большие объемы когда они печатают 250 миллионов долларов сегодня по крайней мере плюс-минус сегодня это становится очень важным событием потому что они обычно печатают не так много обычного видим напечатанный 5 миллионов до тизер печатает как бешеные миллиарды миллиарды миллиард миллиарды но и здесь и обычно печатают скажем 5 миллионов 10 миллионов это небольшие количество но сейчас мы находимся в таком состоянии когда такое огромное количество притока капитала происходит в крипто что даже эти ребята начинают печатать сотни миллионов я по крайней мере не видел миллиардов от них но это вопрос времени и это является одним из ключевых ингредиентов бычьего рынка все стейбл коины начинают печатать да нет простой вопрос они печатают или не печатают да нет будут ли они печатать больше да хороший вопрос но также ребята мы видим что bitcoin обогнал серебро и когда недавно я упоминал рынке недвижимости я говорил что вместо этого лучше покупайте bitcoin что что с серебром это уже произошло и вместо покупки серебра вам нужно покупать bitcoin я знаю что некоторые думают о серебре как о хранении стоимости что ж теперь это не так выгодно как с биткоином ребят на чем мы говорим биткоины это решение bitcoin ребята это то что нужно делать зачем покупать bitcoin это домашнее украшение до который вы можете использовать в ювелирке можете сделать из него украшения но важно ли это да нет bitcoin уже больше окей вы можете использовать его в электронике но важно ли это да нет bitcoin уже крупнее чем серебро так что все эти аргументы что bitcoin не может использоваться в электронике туда-сюда слушайте вот вам хороший пример того что серебро может использоваться в ювелирке и электронике но проблема с этим заключается в том что эти ценности являются меньшей частью формирование стоимости серебра вот почему они не так сильно влияют на стоимость серебра bitcoin серебро обошел айван мы тебя услышали мы тебя прекрасно поняли и дальше можно не продолжать суть понятна в общем как бы сильно ты не допил за bitcoin мы прекрасно помним одно bitcoin это круто но рынок может нахлобучить еще круче так что ведем аккуратный трейдинг используя сбалансированный риск-менеджмент и не забываем что все сказанное в этом выпуске является лишь новостями и не является финансовым советом на этом дорогой зритель я желаю тебе отличного начала недели прекрасного вечера и до встречи в следующем выпуске